Вы слушаете подкаст Андрея Курпатова. Лекции, интервью и другие записи о том, как мы устроены и что с этим делать. Что такое неврозы? Расстраиваться, переживать нормально. Мы обнаруживаем, что реальные проблемы часто скрыты не там, где кажется. Тяжелые обстоятельства нашей жизни могут быть нами незамечены. Как у вас дела? Когда хорошо? Я приветствую вас на прямом эфире, который посвящен неврозам, психотерапии. На самом деле идея этого эфира ко мне пришла в связи с огромным количеством обращений, которые сейчас сыпятся в аккаунт, где меня спрашивают, что это за курс шаг за шагом, онлайн-курс, и чему мы там учим, чем мы помогаем и так далее. Я решил совместить приятное с полезным, ответить на эти вопросы и ответить тем, у кого могут быть какие-то психологические проблемы, которые они хотят решить. Возможно, в рамках нашего сегодняшнего разговора мы часть из них поднимем и зададим правильный тренд к дальнейшему движению. Мы действительно сделали сейчас курс. Я не любитель онлайн-курсов, как известно, но мы сделали уже КТ-онлайн-курс, который очень хорошо идет и очень хороший отклик со стороны участников курса. И мы там рассказываем про мозг и про то, как мы принимаем решения и даем задания, которые позволяют человеку лучше понять себя, смысл своих действий и так далее. То, что касается психотерапевтического курса шаг за шагом, то его идея состояла в том, чтобы создать вот такой эффективный инструмент, который позволяет человеку справляться с самыми разными ситуациями эмоционального дискомфорта. У меня тут частью последний пост был про бессонницу, и там я что-то сказал про психотерапевтические техники, которые нужно применять для того, чтобы улучшить свое состояние. Мне все спрашивают, что за техники и так далее. Но этому и посвящен курс. Потому что одно дело знать технику, другое дело уметь ее применять, понимать, зачем ты ее делаешь, какой результат ты должен добиться. Все это дело ни одного присеста. Поэтому если вы хотите действительно научиться управлять собственными эмоциональными состояниями, если вы хотите научиться чувствовать себя людьми, у которых их жизнь под их контролем и качество их жизни определяется вами самими, то, конечно, такие техники необходимы. Я честно скажу, что любую технику, которую вы можете прочесть в моих книжках, или про которую я рассказываю, я обязательно применял на себе. И если что-то не работает, то я вам точно этого предлагать не буду. Предлагаются именно те инструменты, которые действительно максимально просто, насколько это возможно, и максимально эффективно позволяют контролировать наши эмоциональные реакции. Это, прежде всего, состояние тревоги, внутреннего напряжения, конкретные какие-то страхи, это раздражительность, ощущение внутреннего напряжения такого, негативизма какого-то, сниженного настроения, апатии и так далее. Поэтому мы сделали такой курс, и я сейчас поотвечаю на вопросы, чтобы как бы сакцентировать смысл этой нашей затеи. Значит, ну, как я сказал, вопросов, как всегда, валится такое количество, что за всю жизнь не ответишь. Поэтому выбрали те, которые максимально, так сказать, часто встречаются и максимально вас интересуют. Что такое неврозы? Неврозы – это выдуманные страхи? Значит, ну, на самом деле, слово невроза уже сейчас не существует в медицинской терминологии современной, действуют другие классификации. Но старые психиатры, я как бы считаю себя их учеником, делили все психические расстройства на несколько больших групп. И, прежде всего, это группа, связанная с тяжелыми психическими расстройствами, типа шизофрении, маниаконодепрессивного психоза, органическими поражениями головного мозга. Это когда вследствие каких-то травм или заболеваний страдает нервная ткань мозга, которая приводит к тем или иным дефектам в поведении и в эмоциональном состоянии. Есть так называемая пограничная психиатрия или малая психиатрия, которая как раз занималась неврозами. Что такое неврозы? Неврозы – это состояние... Продолжение следует...